приветствую вас друзья обновилась страница с таймером до самого большого патча в игре мир танков 131 день там остался до 22 января до патча альфа 1.32 прошлый раз нам рассказали что будут у нас lbz 3.0 показали картинку с наградами основными это 4 танка в этот раз нам показали три из них также что еще известно про этот патч под названием альфа там будет 11 фишек крупных одна из которых lbz 3.0 вторая это проект орбита где мы сбрасываем ветки и получаем за это награды и первая которую анонсировали это танки 11 уровня то есть это уже три фишки еще остается у нас 8 фишек в этом крупном патче но пока что я так смотрю мы идем по контенту танки 11 уровня танки в награды за lbz 3.0 в орбите тоже там танки везде танки 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 любыми способами получения различных танков разных уровней пока что нету каких-то фишек про игру изменение бансировщиков исправление чего-то важного что каждый бой нас беспокоит с чем танкисты взаимодействуют всегда и хотелось бы чтобы она улучшилась пока что нам показывают как мы будем тремя способами по-разному в разных местах получать танки в игре про танки где у нас это куча танков да это прикольно это новый контент новые цели это все хорошо интересно будет ли улучшение комфорта и качество игры об этом мы узнаем когда раскроет остальные восемь фишек в этом крупном патче но в этом видео я вам покажу три новых танка которые можно будет получить в lbz 3.0 как я говорил эти танчики очень сильно похожи на танки которые вышли на и у но как я говорил лист их сильно перелопатила поэтому вообще непонятно что это такое вот допустим 5 уровня армт у лист он вообще 7 уровня и видимо там очень жесткая стрельба поскольку танчик выглядит но специфически также у нас есть тф-2 кларк это вообще 9 уровня они 8 танк тоже есть похожий танчик на и у тоже 9 уровня но здесь он как будто бы огнемет судя по дульному тормозу и огнеметы с длинными пушками были поэтому вполне вероятно но огнемета у нас в игре немного да и в целом не особо-то хотелось мне лично какого-то радости это не доставляет ни на самом огнемете не против поначалу может первый раз было что-то непонятное неожиданное нестандартная но сейчас уже со временем понимая что это что-то не то возможно и разработчики тоже что-то понимают раз не вводят целыми ветками эти огнеметы но еще не вечер посмотрим и третий танчик который нам показали project мурат это оказывается десятка не девятка видим что у него по бокам две гусеницы также у него на картинке ствол был узкий в конце а в начале толстый а на видео видим что он равномерно толстый на протяжении всего ствола вот вы можете сами зайти на эту страницу и здесь прям рядом картинка которую они сначала за анонсили а потом снизу видосики с этими танчиками и прям в одном экране видно сразу и картинку и видео и вы можете обратить внимание что ствол на картинке не соответствует стволу на видосе то есть они сами в своем видосе противоречат внешнему виду короче что-то крутят что-то мутят ясное дело что она еще не готова и но смешно что но вот за анонсили и она так сильно влаза бросается в принципе не суть важно как там выглядит этот ствол важнее параметры самого танка ттх также 4 танчик на картинке нам показали что это что-то двуствольное дальше все закрыто брезентом ничего не понятно оказывается это танк 11 уровня подписали его настоящая мощь но я думаю название у него будет наверное другое все таки представьте если вот загружается бой а у вас в ушах команды написано настоящая мощь ну что-то наверное странно как-то хотя на фоне всяких защитников гвардейцев и так далее настоящая мощь смотрится не так уж и странно поскольку подобное уже в игре плюс-минус есть но все равно не сильно на название танка похоже что-то короче 11 уровня еще и двухствольная и видимо большое что-то наверное тяжелый танк поскольку вначале нам говорят что в основном тяжелые танки будут 11 уровня а уже потом все остальное пока что никакими параметрами и ттх даже и не пахнет ничего такого нам не показывают надеюсь что следующие фишки уже будут какие-то про этот большой патч уже больше про игру что-то пока что нас завалили различными способами получения танков но как показывает практика целевой аудитории в основном это и надо те кто хотели что-то про игру они уже давно поняли что разработчики таким особо не радуют или в нуле особо про игру заниматься не охота вот контент штамповать и бабки на этом варить это самый раз пишите свое мнение в комментариях сам был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня увидимся пока